Привет, друзья! Так, сегодня будем начинать отметать по 11-м телефонам. У нас две посылочки есть и дальше там еще продолжим. Так, так, так. Так, одна у нас из Перми и получается еще город Кашира. Давайте вот с Кашира начнем. Кашира. Что, название такое интересное? Кто знает, напишите. Кашира. Так, открываем. Да, здесь стандарт. Побит, разбит. Так, сейчас посмотрим. Ну и да, у нас такой уже, как сказать, такой прикол. Королки от альтернативной техники. Нужно, чтобы в них нам доставлять айфоны. Так, все отлично, по канонам. Так, здесь у нас, да, вот такой магнитик интересный. Кашира. Никитинский монастырь. Окей. Ага, спасибо за магнитик. Вот еще какая-то штука крутая. Так, куда это делать, куда нацеплять? Написано пальцыш. Это типа лайк. О, тут ребеночек похоже на послание отправил. Спасибо большое, рисунок вообще хороший. Тут вот получается штатив, человечек, лайков тысячу. Ну, отлично. Пожалуйста. Передайте Андрею, чинителю. Ок, от Вики. Ага, да, девочка. Да, спасибо, отлично, Вика, большое тебе. Классный рисунок. Да, отлично вообще, вообще просто. Супер, супер. Большое спасибо. Так, и что, смотрим пациента. Так, он даже включен. А, даже разблокировано устройство. Да, в принципе, здесь побито, разбито, на река, не похнется, аналог не было. Но вот хотелось бы проверить вот эту вот верхнюю часть, а в частности работу датчика, в которой к Face ID относятся. Так, разблокировано устройство, давайте посмотрим. Ну, кстати, наверняка камера будет искажать. Вот так вот если. Ну да, вот такие искажения, они же вот такого рода искажения могут влиять на работу Face ID. Но это может быть просто из-за поверхностного разбиения, трещин и вот такого креломления. Такой калейдоскоп получается. Так, окей, давайте проверим. Так, так, так. Так, ну да, забито, залито, но придется сбросить, чтобы опять же проверить. Есть настройка. Ну да, при всем при этом работает. Отлично. Ну и по описанию от владельца не было никаких указаний, в том плане, что что-то не то. Так, окей, вырубаем. А, ну давайте, что еще интересно. Раз разблокируем устройство, глянем в состояние батарейки. Совсем свеженький получается у нас. Ну то есть, скорее всего, недолго попользовались. Ну и на самом деле аппарат в идеале. Так, хорошо, вырубаем, открываем. Так, ну и да, по стандарту констатация у нас, конечно, телефончик. Ну, судя по тому, что даже батарейка не поменялась в объем. Свежайший. Открыл его ровненько, все четко, вся проклеечка на месте. Ну и, конечно, здесь вообще в идеале все. За исключением вот такой поверхностной истории. Кстати, не знаю, нет информации, было ли сверху стекло, либо нет. Но какое-то такое интересное разбиение. Прямо как-то вот сюда что-то такое пришлось. Либо вниз лицом упало, либо что-то такое. Так, да, по согласованию ставим непосредственно оригинал. Подключаем, проверяем. Так, да, как я обычно говорю, на белом фоне проверяем работу сенсора и изображения. Ну, в данном случае темная тема стоит, можно ее вот так вот выключить. И на белом фоне посмотреть. Да, все равно мерное изображение, все окей. Сенсор у нас пищит, все в порядке. Ну, это так, для порядка. Сенсор у нас пищит, все в порядке. Сенсор у нас пищит. Сенсор у нас пищит, все равно ускоренький, потому что тут дел много. Дела сами себя не сделают. Ну, да, получилось вот так вот тут, с дыркой. Раскрашился вверх. Ну, вот, очевидно, что все окей. Так, включаем, проверяем функционал. И да, здесь, в принципе, делов на немного, на самом деле. Вот, не знаю, скажу еще раз, да, что не знаю, было ли стекло или нет. Вот здесь защитное. Но я уверен, что если было, оно бы помогло. Поэтому сделай подарочек обязательно. С обезьянкой. Да, всегда обидно, когда вот телефончик новенький. И вот получают такое повреждение. Буквально первые, я думаю, что месяцы пользования. Ну, сколько, может быть, месяца, может, три попользовались. Где-то вот так вот. Если батарейка у нас даже не проявила себя никак. Так, клейм стекло, отправляем. Так, фейс у нас окей, трутон перенесли. Все в порядке, отправляем. Так, мы продолжаем. У нас следующая посылочка. Так, получается перень. Перень, да. И там интересная штука. Тоже получается одиннадцатый телефон. Ну, казалось бы, да, наверное, с простейшей проблемой все-таки. Но человек почему-то не решился у себя куда-то обратиться. Проблема выражена в чем? Что плохо слышно собеседника. Что вроде как совсем плохо. Единственное странное, что стало резко. И вот обычно, если связано с каким-то загрязнением внутренним там, либо как-то наружным, то это постепенно все-таки ухудшается слышимость. А тут произошло резко. Сейчас посмотрим. Тут такой чехол какой-то космический. Да, одиннадцатый телефон также у нас. А, подождите. Ну да, 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 одиннадцатый. Чехол квадратичный такой. У меня же показалось, что это двенашка. Интересный такой эффект. Да, забавный чехол. Он как бы сравнивает грани, на самом деле. Делает их прямыми. Ну вот как двенашка получается. Так, давайте врубаем. А, и тут еще 6С. Да, 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 6С. Так, 6С замена батареи. Одиннадцатый верхний динамик. Ну вот все-таки вот, я думаю, что здесь просто имеет место быть загрязнение. И никакой замены не потребуется. Сейчас посмотрим. 6С замена батарейки. Ну там владелец писал, что там не просто так. По месту исхода не смогли поменять батарейку. Именно так и было написано, что не смогли поменять. Сказали, что там что-то паяное, деланное. Так, винтов снизу нет. Это по классике. Так, ну и давайте, да, посмотрим. Так, 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 так. Так, так, так. Так, да. Простым способом. Громкость на максим. Так, как продемонстрировать, но слышно очень плохо. Да, при всем при том, что визуально решеточка у нас вроде даже как проглядывается. Но вот еще раз говорю, я опять же не думаю, что это дело в динамике. Давайте все-таки откроем изнутри, посмотрим на просвет. Я думаю, что чистка поможет. А почему могло произойти резкое ухудшение слышимости? Ну вот сейчас есть всякие там, я не знаю, антисептиками протираем, там еще какие-то прочие вещи делаем, исполняем. И это разово может быть, когда там пыли уже забито, особенно внутри. Туда попадает как бы жидкость, немножко как бетонирует, и получается звук не выходит наружу. Довольно-таки частая проблема на самом деле. Помогает от нее, вот, ну, не знаю, либо вот так обходить, вот это место не протирать. Обычно-то вот так не паримся, да, но либо вот так как бы избегать этого места. Ну, либо защитное стекло, а сверху образует искусственный такой канал, который не позволяет туда, ну, что называется, проникать там либо жидкости, либо из лишней грязи. Ну вот не слышно ничего на самом деле. Так, попытаюсь воспроизвести еще раз. Зафиксируем как до и посмотрим, как после. На максимум. Так, можно сказать, что ничего не слышно. Открываем. Да, вроде бы элементарная штука, но, как вот сказал владелец, что даже там что-то не смогли поменять батарейку на 6С. Ну, как-то так. Не знаю, что там да как. Что за организация? Аккуратненько. Открываем. Да, здесь все довольно просто. Спиртовые технологии. И нужно тянуть и верить. И по чуть-чуть прямо расщепляется. Ну да, вот, кстати, на предыдущем аппарате я его открывал, и вот здесь характерно прям видно, по канту уже собралась грязь. И это вот как раз-таки о времени использования и эксплуатации телефона. То есть со временем, да, туда все равно набивается вот это дело. Она же разлагает вот эту пылевлагостойкую проклейку. И у нас телефон со временем теряет герметичность и прочие свойства. Кстати говоря, давайте вот сравним. Так, пока еще далеко, пока еще не ушел телефон. Ну вот, собственно, как у нас было. Так, все включим. Да, хочу просто вот на этом вновь сделанном аппарате показать. Ну, к примеру, так же вызов на 112 и насколько там слышно на нормальном исправном устройстве. То есть чтобы вот эту разницу почувствовать, зафиксировать. Так, вот так вот, да, сделаем. Просто такое сравнение, я думаю, будет интересно. Так, вызов, громкость на максимум. И? Ну, вот, по-моему, не знаю, как сказать. И опять же здесь. Ну вот, да, когда начинает гудеть, там более-менее что-то пробивается. Но я еще раз говорю, я бьюсь об заклад, что дело просто в загрязнении. Так, 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 практически открыли. Так, есть у нас удачное открытие. Проклеечка вся на месте. Ну да, по аппарату, опять же, так же, вся констатация. Ни пылинки, ни саринки в идеале. Так, разбираем и добираемся до внутреннего канала. Ну и да, вот что я и говорил, тут даже прямо видно вот эту пыль. И не видно просвета вообще. Плюс она еще такая мелкая прямо, вот о чем я говорю, что когда вот такая пылюка, прямо бетонируется как бы ей. Так, сейчас все прочистим, будет окей. Так, ну и вот таким вот образом должно быть. Так, здесь у нас все по красоте. Закрываем. Да, проклика в данном случае останется родная, она в приоритете, как это обозначаю всегда. Все будет держать и служить еще долго. Так, я думаю там, ну кому интересно, запомнили как звучало. Так, сейчас послушаем. Так, на максимум. Ну и да. Все четко. Так, делов на две копейки, что называется. Так, ну и давайте все-таки сейчас еще посмотрим, да, почему вот этот, я как понимаю, такой приобретенный опыт, да, видимо, владельца не позволил как-то у себя по месту обратиться. Ну и видимо, да, вот есть история вот по этому аппарату. Так, 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 открываем. Винтов нет, меньше делов. А, ну или давайте сначала, нет, давайте откроем, посмотрим, что там паяно там, что там говорили. Так, батарейки вообще нет, железо болтается, винты болтаются, это не круто. Так, какая-то пломба-печатька, остаток проклейки. Так, и что не получилось? Давайте запитаем от бокса и посмотрим. Так, и что не получилось, то я понять не могу. Аппарат включается, потребление норм, яблоко горит, не хватает только батарейки. Да, тут пальцем просто держу коннектор. Так, висит он на одном потреблении в районе 200 мА и не загружается. Висит-висит. Так, ну да, висит-висит, не загружается. Сейчас нужно все отключить и еще раз попробовать. Так, ну это, конечно, дело не батарейки, то есть если я сюда установлю батарею, он также не будет включаться. Так, владельцу что-то обозначили, как сказать, отъехали, сказали, что паяны, паяны. Ну, снаружи, по крайней мере, не видно никаких следов. Так, давайте отключим экран и еще раз попробуем. Так, так-то на самом деле все на месте вроде бы, все родное, но из-за исключения батарейки. Следов вообще вмешательства в плату нет. С обратной стороны, конечно, не видно, но тут вроде все на месте. Так, окей. Так, друзья, у нас получается утро следующего дня. Тут немножко завозился, завозился с этим всем делом. Да, по телефону, по всем показателям у нас, получается, все указания были на то, что либо память, либо прошивка. Ну, соответственно, в таком варианте прошиваем, то есть по наименьшему пути сопротивления идем. И у нас телефончик, и у нас телефончик оживился. Так, демонстрирую. От бокса. Запускаем. Да, единственное, немножко непонятна все-таки история, почему владельцу там что-то как-то отказали, сказали, не поменяем, либо что-то паяны, паяны, что-то, что-то. Ну, может быть, не поняли ситуацию на самом деле. Может быть, такое, отключили батарею, подключают новый, он на яблоке завис. Это бывает, когда некорректно обесточивают, либо там уже с батарейкой что-то сбойнуло. Бывают такие случаи, редки довольно, но бывает. Так, у нас загружается, все окей. Ну и да, собственно, аппарат сейчас в чистом виде, функционирует, все в порядке. Собственно, ставим отсутствующие вещи, эта батарейка, почистим, обновим проклеечку, и все в порядке. Да, кстати, обратил внимание, видимо, есть такая вот, как называется, это вот можно посмотреть на телефон и примерно сказать что-то о владельце. Видимо, какая-то либо пыльная работа, либо что-то. Но здесь точно так же забита вообще решетка, завалена прям сильно. Слуховая динамика, я думаю, тоже в нем ничего не слышно, как и на 11-м телефоне. Ну вообще, вот и вверх, и вниз все такое потаскано, забито вернее. Так, это все почистим, чтобы все было по краске. Так, вырубаем, собираем. Эх, ребята, тут пломбы-то налепили, а прошить-то не смогли. Да, я хочу сразу показать, насколько опять загрязнен вообще вот этот канал внутренней динамика. И это такой момент, да, интересно, вот обычно бывает это, ну, какой-нибудь, может быть, человек-строитель там, или что-то такое связанное, где вот эта вот мелкая пыль такая, ну, или производство какое-то. Да, и та же самая история. Вот еле там что-то брежет свет, но вообще глухо забито. Ну да, в чистом виде вот так это выглядит. Ну и представьте, что все вот эти вот решетки, они так забиты. А это и то, что вас слышат, и то, что вы слышите. Все эти параметры очень сильно снижаются. Сейчас все почистим, придем в порядочек 6С, но она, по сути, в оригинале ничего тут не паяно вообще послужит. Так, друзья, все у нас по красоте. Сейчас немножечко еще сделаю парочку подарочков. А, винты надо, да, закрутить. Винты и железо, это боль. Но пока что есть, нормально. Да, и будем продолжать. Там сейчас будем работать, продолжать на одного человека. Там большая посылка с множеством девайсов, множество проблем. Будем делать. Да, кстати, с прошлой посылочки вот так себе тут замастырил уже вот такой вот лайк. Как я понял, это какая-то штука. Вот ребеночку большое спасибо. Вот так вот. То есть, когда я буду вот так делать, сразу надо лайк ставить. И да, кстати говоря, что-то не зажег вот этот телефончик. Надо запустить. Но таймер здесь не сбрасывается. Все по-честному идет и напоминает у нас до розыгрыша вот этого телефончика. Это прикольный айфон 5 в кастомном корпусе и еще двух других. Так, это таймер. Ссылочка на условия в описании. Так, и да, продолжаем, ребята. Большая коробочка у нас из Санкт-Петербурга. Во, новогодние подарочки. Спасибо большое. Закуска, игрушка. Все, что нужно. Так, большое спасибо. Да, здесь у нас несколько устройств. Так, да, несколько устройств. И у нас задача восстановить демократично. Так, часики. Так, это у нас 11 Pro побит. Так, и 10s побит. Это у нас что получается? Вся семья без телефонов осталась. Надо делать быстрее. Так, сейчас не спутаться, что здесь где. Так, 10s. Да, по-моему, здесь экран, батарея и фейс, если я не ошибаюсь. Так, здесь все очевидно. У нас побит-разбит. Так, по функционалу работает. Здесь у нас... Здесь защитное стекло просто хотели. Да, вот такие царапки, износ временной виден. Это все окей? Поклеим стекло, что будет окей. Так, 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 так. Сейчас еще раз все уточню. И да, по iPad у нас стандарт, по-моему, обслуживания. Это там батарейка. Но там, интересно, есть проблема по корпусу. Сейчас наглядно глянем. Да, забавно. Пришел планшет, а тут было не давление. Мои видео. Нормально. Причем два. То есть человек уже два пропустил. Ай-яй-яй. Вот. Так, надо скорее делать назад, отправлять. Так, да, а, да, вот это получается. То есть тут прямо разрыв по корпусу идет, и он немножечко вот так получается лодочкой. Но здесь, честно говоря, ничего не сделать, не придумать. В данном виде. В данном виде. Но это не критичная абсолютно вещь. Батарейки, да, на эти устройства им приходит уже время довольно существенно. Батарейка теряет объем, и пользоваться им становится проблематично. Так, ну по корпусу, да, здесь ничего не придумать. Только если замену. Но это будет по цене не иметь смысла. Да, такой разрыв интересно. Как это могло получиться вообще? Даже представить не могу. Так, окей, все делаем. Так, да, давайте начнем по степени сложности. Это у нас получается 10С. Побит-разбит. Есть у нас пароль. Так, и давайте глянем фейс. Ну да, стандартная проблема это то, что мы называем выше-ниже. Это когда нам пишут немного подымите. Подымаем. Немного опустите. Опускаем. Ну и так у нас по циклу. Так, вот что хочу попробовать. Это снять так называемый экран, сместить, чтобы не было преломления на проекторе точек, и еще раз проверить в таком виде. Потому что здесь просто из-за разбиения может такая штука происходить. Так, давайте открываем и сразу глянем. Так, да, спутался немного, по батарейке не было указания. И потом еще раз чекнем ее состояние в настройках телефона. Так, не забываем про лайклика. Телефончик что-то очень легко открывается. Похоже, что здесь уже были люди. Ну да, проклейки вообще не пуска нету. Просто по периметру ее нету. Не знаю, история умалчивает, но возможно открывали уже для диагностики, либо для чего-то. Так, или нет, экран не родной здесь. Ну да, это экран не родной. Это замененный экран. Да, то есть ранее уже была история. Так, и что я хочу сделать? Это всего лишь попробовать вот так вот сместить, чтобы у нас датчик был, ну так называемый голый, без вот этого вот, без трещины, без преломления. И еще раз проверить. Интересно, меняли экран, проклейку вообще полностью зачистили? Хоть бы старые куски оставили, не знаю, или какой-то новый нанесли. Непонятно. Так, еще раз. Так, пароль тут нам нет смысла скрывать. Он стандартный, видимо специально сменем. Так, еще раз фейс. Есть, настройка. Ну и нет, у нас нет, не раздупляется. То есть та же самая ошибка. Немного поднимите, немного опустите. Так, ладно, окей, это выяснили. А, ну да, давайте глянем. Состояние батарейки. 87. Ну да, тут в принципе еще не время для замены. Указаний не было. Там просто много так всего написано, я уже спутался. Так, 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 что делаем? Делаем, делаем фейс. Так, да, я здесь влег батареечку, чтобы безопасно извлечь комплекс датчиков с фейс-айди. И занимаемся. Что-то меня вот это дело смущает. Здесь, по-моему, не хватает наклейки. И у нас, походу, похоже, что делалась плата все-таки. Да, наверняка. То есть раньше была какая-то история по этому телефону. Так, ладно, это в сторону. Пока у нас идет работа по фейсу, давайте сделаем один из про. Здесь еще у владельца такое нарекание. Да, что проблема с микрофоном. Так, сейчас все проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, да, здесь у нас уже вот, я не знаю, какая-то опять волна пошла. Забит просто динамик все-таки. Возможно, там владелец путает понятия. Сейчас еще раз уйти отчиню. Ну да, стандартная ошибка пользователя и владельца. То есть он сказал, что с микрофоном, а на самом деле здесь с динамиком. И на пользовательском уровне это выглядит как, что не слышно собеседника. То есть так, в принципе, так и определяется. То есть звоните, не слышите собеседника. Привет, это динамик. И да, стандартно здесь загрязнено. Но это нас сейчас не волнует. Установив новый экран, мы получим новую решетку и, соответственно, все будет окей. Так, открываем. А, давайте, да, глянем также состояние батареи. Этот момент немножко такой изучательный. И да, здесь у нас 95% довольно свежий аппарат. Обидно, конечно. Практически новенький телефончик. И да, кстати говоря, вот перешел, опять-таки вернулся. Снимаю на такой же телефон в 4К. То есть в 13-м мне не понравилось, потому что нету фокуса. То есть ближний фокус делал. И вот здесь все четко, а там расплывалось. Но я думаю, что многие это заметили на самом деле. Так, открываем телефон. Лайклик нам в помощь. Что за определение вообще? Ну это вот реально написал владелец, что у него сыночек отправил мне вот эту штуку. И это лайклик. И реально, это на самом деле палец вверх. Это лайк, клик, лайк, клик, лайк, клик. Нормальная тема. Субтитры сделал DimaTorzok Так, да, друзья, пока тут один из про собирал. У нас созрел фейс. Проверяем. Ну и давайте, да, по-боевому в таком виде. Ну да, даже в таком побитом виде все-таки заработал. Разблокировка. Все отлично. Да, все отлично, все окей. Так, собираем с демократичным экраном. И все готово. Да, и туда, и туда ставлю. Ну, наши проверенные экраны на самом деле. В принципе, лучшая вещь по цене и по качеству. Не первый раз их показывал уже. Так, да, ребята, тут все собрал. Все проверил, да, еще раз. Мне интересный такой момент заметил, как работает Face ID. То есть ему все-таки нужны зрачки для идентификации. Вот я оба разблокирую телефона. Вот раз. Смотрю сейчас на левый, перевожу на правый. Только перевожу зрачки на правый, и он впоследствии разблокируется. Сейчас заблокирую. Сейчас буду смотреть на правый, вот на этот. Еще раз. Да, вот чуть-чуть перевожу только взор на левый. Сразу разблокируется. То есть он как-то отслеживает прямо зрачки. Вот так, вот так, вот так. Интересно очень. Так, все, два аппаратика у нас готова. Отлично. Так, и в сторону. И занимаемся айпэдом. Так, ну и да, друзья, тут раз пошла еще тема попутная. Поклейки защитного стекла на часы. Да, кстати, покажу продолжение истории с нашими седьмыми часиками. То есть тестим у нас получается, ну какой там, я не знаю, четвертый день. Все сидят ровненько, по красоте. Защита. Все отлично работает. Седьмая серия. Окей. Да, напомню, что мы поклеили на седьмую серию, на сорок пятый размер, часы от сорок четвертого, стекло от сорок четвертых часов. То есть на сорок пять пока нету, но это вроде бы село так, эргономично на самом деле. Сидит, юзается практически неделю. Все окей. Так, да, поклеил тут, тут это такое дело, сразу лучше сделать, раз подвернулась такая возможность. Сделаем клиентский. Хорошо скрывает оно также вот такие царапки. Таким вот образом, все четвертый, так, ну и уже наконец переходим к айпаду. Так, кстати говоря, давайте чекнем состояние батарейки. Ну и да, у нас получается 85%. 1650 раз заряжен. Это да, довольно много. Окей. Окей, окей. Так, вырубаем, открываем. Так, ребята, что-то удивлен странным образом, но тут были люди. Проклейка уже такая подтасканная, изношенная. По-хорошему ее обновить нужно будет. Ну и да, батарейка вот в таком вот виде страшненьком подздутая. Прям пузырем пошла. И видимо все-таки в какой-то момент туда налетала пыль, и вот эти проточки это как раз таки от того, что пыль, дисплей трется о батарейку. И вот такое получается. Так, да, обычно проклейку оставляю старую, но в данном случае ее нужно будет поменять, потому что она уже совсем не держит, он у меня очень легко открылся. Но это как раз таки опять такой момент, что немножко корпусом лодочкой, и вот такая ситуация получается. Так, ладно, окей, это все сделаем. Так, вот в таком вот виде экранчик сзади. Да, такая проклейка, она уже свойства, конечно, теряет, липучести в ней нету, и ее мы убираем. Ну да, друзья, дугой вообще паншет получается вот так вот выгнут. То есть со стандартной проклейкой, как на родном полоске, вот так, вот так, вот так, вот так, у нас вот это место не прилегает, потому что он выгнут. Но это очень не круто. Это как раз таки максимальная амплитуда загиба приходится на края, и грубо говоря у нас по краям экран-то не приклеен. Вот это характерно я увидел на новой батарейке, потому что старая была приклеена сильно, она приняла форму самого вот этого корпуса, а на новой она прямая, вот это очень сильно видно. Так, это не круто вообще. Вот так вроде бы да, не особо заметно, что он вроде бы прямой, Но вот этот загиб он есть Выгибать его тут, наверное, никак не получится Так, ну что делать? Собираем как есть на самом деле Скотч наш вот этот, он покрепче Добавлю еще все-таки, так сказать, сделаю композитную проклейку Усилию ее, ну и оставим на прижиме на подольше Но тут ничего не придумать Менять корпус будет экономически нецелесообразно Да его еще и не найти Так, окей, здесь приклею батарею Ну и собираем Так, есть окей? Сейчас подготовим экран Так, друзья, финально не закрываю Немножко стандартно нужно погонять туда-сюда по заряду-разряду Проклеечку все обновил У нас все это дело закроется очень хорошо Ну и послужит Так, да, здесь вообще вот это все у меня как-то затянулось Обобщенной какой-то темы не получилось, не знаю Но вот всякие интересные моменты, наши сериальные моменты с часиками тестим Вот это все дело, я думаю, что все равно интересно Так, да, будем продолжать Пока локализую вот это все дело, а то оно не закончится Как говорится, пока что на этом все Всем привет и всего Да, друзья, все-таки в конце еще хочу показать интересную тему Кому-то, кстати, может быть, будет интересно Вот есть вот такой провод, ну не без известного бренда В принципе, хорошие проверенные вещи выпускают И на нем есть индикатор таймер Потом показывает вольтаж И непосредственно силу тока Давайте глянем Это устройство должно где-то полтора с лишним ампера брать Так, сейчас чекаем Втыкаем, здесь у нас идет заряд И так-так-так-так-так-так-так И да, у нас есть 1,95, ну практически 2 ампера Блок помощнее у меня, 12-ваттный Да, вот такой индикатор В принципе, как, ну как вообще, как life indicator можно использовать Как вот это все То есть, чтобы определить, живое устройство или нет Как оно заряжается, потребляет Ударьтесь только Игорь Негода